Продолжение следует... Продолжение следует... В голове всевозможные сообщения и то, что через англичан приходит безуспешно о том, что Германия ведет совершенно явственные приготовления непосредственные. За донесения от разведчиков советских, от перебежчиков, на которые большей части из них ставится резолюция на самом верху, что это все ерунда и хотят нас поссорить с Германией. Это предмет для рассуждения, для осмысливания, для осмысления тех событий, которые потом случились. То есть вот 22 июня. Давайте посмотрим вообще на мир, что он собой представляет в самом начале. Берем прямо 10 января или января 20. Вот это взаимосвязанные события. Потому что 20 января, начнем с этого, начнем с конца, Франклин Делано Рузвельт принял присягу, став президентом Соединенных Штатов в третий раз. Мне очень хотелось узнать, что сказал, услышите, чтобы вы услышали, что сказал Рузвельт на своей третьей инаугурации. Она, между прочим, оказалась почти вне поля внимания тех, кто публикует всевозможные звуковые фрагменты, фрагменты кинохроники. Кинохроника есть. Очень часто это черновые материалы. Это даже есть 8-миллиметровая цветная пленка. Есть инаугурации Рузвельта с парадом, с тем, как он подъезжает, как полагается еще тогда, в 41-м году, в высоком цилиндре Рузвельт, которого подвозят. Есть документальные фильмы, которые по фотографиям, по редким кадрам показывают нам иллюзию того, что Рузвельт мог ходить. Ведь вы знаете, что он был парализован, что ему не работали ноги, нижняя часть тела. Он все время был в кресле. Есть патетический фрагмент фильма «Перл Харбор», когда он, чтобы доказать свою решимость, и что надо объявлять войну Японии уже 8 декабря, декабря 1-го года, что он встает, на руках встает. Он действительно мог держаться прямо, опираясь на перила. Это потрясающие кадры. Но вот все это есть о Рузвельте, а почему-то вот речь 41-го года так уходит в тень. Но 10-го числа, 10-го января, за 10 дней до инаугурации, происходит важнейшая вещь. 10-го января закон о Ленд-Лизе внесен в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Важнейший закон, который во многом поворачивает обеспеченность союзников в войне. Он спасает во многом Англию, потому что близко к этому событию Черчилль, когда они придумывали с Рузвельтом Ленд-Лиз, и вот это, такую вот сдачу в долг с последующим погашением на очень выгодных условиях и военной техники, и материалов, которые обеспечивают фронт, и для мирных жителей, и прочее, что мы получим уже очень скоро, когда Германия нападет на Советский Союз. Но вот этот закон, он спас, потому что Англия бы разорилась, конечно, если бы покупала и корабли, и покупала бы самолеты у Соединенных Штатов. Это был очень важный акт, и здесь возникает и записывается такая песня. Мы слышали с вами когда-то, да и многие знают, Фланган и Аллен, это не нынешние защитники лондонского арсенала, я так удивился, когда там рядом играли Фланган и Аллен играют вдруг, простите, в Ливерпуле, они играют. И вдруг, и это уже люди не помнят, что это был знаменитейший дуэт, который голосами, вот у Флангана был похож на ту манеру, в которой пел Леонид Осьчутиосов у нас, и мы «Беги, кролик, беги», например, знаем песню. А теперь появилась песня, и в Америке она была исполнена, и в Англии. И потом вот здесь вот такая скрепочка, она особо стала популярной после 22 июня в Англии и в Америке, когда было ясно, что слова «будем друзьями», «будем приятелями». Да, «lesby buddies» там вот они поют, относятся и к русскому солдату уже. И Фланган и Аллен вот как раз по поводу юбилея «Лин Лиза» у нас. 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 «Ли Лиза» у нас. «Ли Лиза» у нас. Субтитры создавал DimaTorzok